Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампера, из Финляндии. Я нахожусь в центре Тампера, Ратина. Иду в магазин H&M, Генка Ямаука, Генри Ямаурицы. Ну и, конечно, вот такой бюджетный шоппинг. Всегда пытаюсь снять примерки. Ну и зайдя в этот магазин, да, конечно, сразу понимаю, что магазин не мой. Ну, почему бы не снять примерки, уж если я до центра Тампера приехала. Ну и я, конечно, включаю сразу ОТК, снимаю примерки, показываю качество и показываю, как вещи пошиты. Ну и вот хороший пример 29,99. Конечно, это 100% полиэстер. Как мне нравятся такие свитера. Вот здесь все цвета, о чем мечтаю я. Но, к сожалению, я полиэстера не ношу. Мне, конечно, в нем жарко, чешется и так далее. Но какой хороший фасон! Вот действительно бывает вещь. Вот одеваешь и как доктор прописал. И горло не давит, то есть горлышко вот так под кружок. И какая хорошая длина. И буквой А, и рукав можно завернуть. Есть вот такой красивый манжет. То есть все, что я люблю. Если бы этот свитер был сделан из 100% катона, он бы стоил 100 евро и даже 150. Я бы выложила свои кромные заработанные денежки и купила бы и носила бы всю зиму, Рождество, Новый год, осмотря еще какая весна. Но полиэстер я не куплю даже за 10 евро. Это и ежику понятно. И как он хорошо. Вот так, если я переворачиваю камеру на лицо. Мне нравится этот фасон. И мне нравится, что нету белого ворота. Если был бы белый ворот, он бы подчеркивал все прыщи, все бородавки и так далее, что есть у меня. Ну и это, конечно, красно-кровавый. Я к красному кровавому отношусь очень скептически. Я обожаю малину, я обожаю фуксию, я обожаю розовый. Но вот такой кровавый красный только на губах. Я ненавижу красного лака на ногтях. На ногах тем более. Очень красивый педикюр должен быть, чтобы вот такой красивый лак красный на ногтях. А если еще какие-то пальцы с сосисками, это всегда так убого смотрится. Но вот такое платье хотела примерить только из-за того, что, конечно, утепляемся. Все понятно. Рукава очень длинные, но это всегда моя проблема. Длина здесь тоже хорошая. Вот так прикрывает колено. Но так как это полиэстер, вот я стою и мне кажется, что это платье прилипает к моим ногам. На мне леккенсы от Ченча Вискоза с эластаном. Конечно, они такие блестящие, но даже если к ним будут зимой этот полиэстер прилипать. Вот я еще встаю вот так, попытаюсь как-то развернуться. Примерочная просто караула, малюсенькая-малюсенькая. И я еще перевернула вот так на лицо. И да, моя помада сюда никак не рулит, потому что платье кроваво-красное. А помада у меня от Lumine, вот такой холодный цвет. И поэтому кажется, что она сюда никак. Нужна, конечно, другая помада. Ну, так вроде, да, ничего. Но все равно такое платье-тунику я не куплю, только из-за материала. Ну и вот это я взяла из-за цвета. Фуксия, магенда. Вот так переливается. Конечно, красота, 100% полиэстер. Ну и цена, конечно, это бюджетный шоппинг. Это все мы прекрасно понимаем. Если стоит салат в кафетерии 12 евро, а за 19 евро можно купить вещь. Можете себе представить какой-то бюджетный шоппинг. Ну и вот так на лицо переворачиваю. Я понимаю, что моя помада сюда просто, как доктор прописал, просто 100%. Ну и, конечно, я когда вот так еще пытаюсь волосы сюда свои отросшие перенести. И мне кажется, да, неплохо вот этот цвет. И у меня на лице нет ни пудры, ни крем-пудры. У нас идет дождь. Мы приехали с моим мужем на автобусе в центре. В центр. Поэтому у меня нет никакого макияжа. Очень опять длинные рукава. И вот это кимоно мне, конечно, нравится. Но мне кажется, оно мне большевато. Что-то как-то вот размерчик, да. Вот как можно по интернету заказать. То есть одно бывает еле-еле-еле налезает. А тут я стою, и мне кажется, еще пол меня бы влезло просто со свистом. Нет, конечно, эта вещь не моя. Это все я прекрасно понимаю. Но почему бы не примерить, не повеселить вас, мои любимые, дорогие подписчики. И когда я эту вещь сняла, я только потом поняла, почему мне так было некомфортно. Я увидела, что там за спина. Я-то думала, это вот такая красота. Но когда я повесила на вешалку, я даже не поняла, что там вот такая спина. То есть в спине у нас дырка. Да, эту вещь нужно наследить без бюстгальтера, чтобы вот это не было видно. Ну, не знаю, для кого оно пошито. Тогда, может, какая молодая девчушка придет и вот такую красоту, как говорится, купит. И вот в эту кофту я влюбилась только из-за цветов. Здесь вот цвета, как люблю я. Конечно, очень бюджетная эта кофточка. 19,99, то бишь 20 евро, если округляем. И, конечно, качество. Это опять полиэстер 100%. Еще полиэстер вот такого. Качество, которое, видите, сыпется уже на новые вещи. А если ее постирать, это просто будет тряпка. Ну, и вот так переворачиваю на лицо, как мне нравится. Вот была бы эта вискоза, я бы купила, даже не дожидаясь распродажи. Это самые мои любимые цвета. Темно-синий, синяя, бирюза, розовая. Вот все, что я люблю. И фасон. И вот это горлышко, то есть не слишком много, не слишком мало открыто. И вот такой распашонкой, буквой А. То есть я бы эту тунику, конечно, носила летом. Может быть, даже какие-то и леккенсы, и льняные брюки у меня есть. И синие, и белые, и черные. То есть, конечно, вот сюда бы хоть, как говорится, что. А если бы одела под платьишком, носила бы как платье с какими-то шлепками. Да, конечно, вот этот фасон мне. Хоть мне часто пишут. Оля, вам бы джинсы и белую рубашку, вы бы помолодели на 10 лет. Большое спасибо всем, кто советует мне белую рубашку и джинсы. Я, конечно, такое не ношу. Я люблю туники и платья. Но, с другой стороны, цвет на вкус товарища нет. Одному нравится одно, второму нравится другое. А третий всю жизнь ходит в спортивных трениках. И, как говорится, слава богу. Главное, чтобы нравилось самому, нравилось мужу. И комфортно было тебе. Вот эту тунику я взяла из-за материала. Мне безумно нравится вот эта расцветка. Но это опять полиэстер голимый 100%. Посмотрите, сколько полиэстера. То есть, ничего красивого в этот раз нет. И хотя раньше были какие-то красивые коллаборации. Ну, а их я уже тоже давно не вижу. Поэтому этот магазин, конечно, да, оставляет желать лучшего. Вот одна точка здесь. Вторая точка вот здесь. Мне показалось, что это материал бракованный. Но эти точки были везде и всюду. Мне кажется, это какой-то непрокрас. Мне так кажется. Вот если я смотрю, мне кажется, это материал с дефектом. Но как мне нравится этот фасон. То есть, вот этот вырез буквой В идет мне. Потому что, кажется, вроде как и шея какая-то появляется. Ну и всегда можно топик, если слишком большое декольте. Это тоже здорово. Я всегда ношу топики. Зимой особенно нужно утепляться. Вот эти топики. Они, конечно, самое то. И здесь вот такой рукав, конечно, мне опять рукав длинноват. И этот рукав, к сожалению, не загнуть, не задернуть, ничего с ним не сделать. Здесь нужно, наверное, как-то какую-то штучку пришить, типа резиночки. Ну, я, к сожалению, ничего не сама не шью. И хорошая длина прикрывает колено. Мне кажется, это даже вот такое туника, платье. Мне безумно нравится этот фасон. Но, опять же, полиэстер. У меня есть несколько таких расцветок от Мазая. Мне безумно нравится. Ну, там вискоза, конечно, 100% не сравнить вот с этим, что продают здесь. Да, качество, конечно, желает лучшего. Ну, это бюджетный шопинг для студентов, для молодых. Для молодых мамочек, которые сидят с детьми дома. У них маленькие доходы. Конечно, работающие люди хотят шопиться немножко в других магазинах. Ну, очень обидно, что у них нету больше коллаборации. И на выходе, вот, пожалуйста, последние штучки собраны сюда. О, и я увидела вот этот жилет. Дайте-ка я пойду по примерю этот жилет за 30 евриков. Это, видно, какой-то возврат с интернета. Ручкой написано, цена 59,99. И сейчас 30 евро. Я ищу такой жилет, но вот не слишком ли он дутый, не буду ли я как Мишелин с этой рекламы. Нужно, конечно, примерить, как он будет. И посмотрите, прямо три стенда. Вот последняя возможность купить. Я одела этот жилет на свою куртку от Мазая. Да, конечно, великовата. Я и вот эта дутость, мне кажется, слишком много. Я как гусеница, которая вот вылупится и превратится в бабочку и полетит. Я ищу жилет, но мне кажется, здесь чего-то слишком много вот этой дутости. Народ, пишите, как вам? Может быть, действительно пойти мне купить такой жилет? Вот сейчас на такую погоду это самое то. На какую-то куртку можно вот так надеть, если ты стоишь на остановке. А потом снять и кинуть в машине за 30 евро, мне кажется, недорого. Ну и выходя из примерочной, конечно, магазин меня не радует никак. Цвета не мои. Вот этот оранжевый, морковный и так далее. Да, это в теплых цветах. Ну и то, что сейчас они повесили на Рождество, на Новый год. Да, конечно, это на девочек, на конфеток. Я, конечно, такое не могу себе купить. И куда я в таком пойду? Да, конечно, если ты имеешь фигуру, почему бы нет? Ну и фигура тоже должна быть, конечно, соответствующая. Очень много вот такого блестящего, переливающегося. Ну, хоть не примерить, но хоть показать вам, что продается в Финляндии на Рождество, на Новый год. И, конечно, вывешиваются быстро вещи на вешалке. Про это тоже просто раз мы рассуждали, что никто их не успевает ни парить, ни гладить. Да, конечно, за 19 евро, если ты покупаешь, ну, какое парень? Домой несите, одевайте. И если, может быть, даже после первого праздника эта вещь у вас развалится, и по шваму это уже все разойдется. Это ничего страшного, 20 евро, это никакие великие деньги за такое праздничное платье. Очень много вот такого серебряного, блестящего. Я думаю, что молодые девочки, конечно, накупят вот в таком, пойдут на Новый год, на Рождество праздновать. Здоровско, что есть вот такой бюджетный магазин, куда молодежь может прийти, пошопиться. Подписывайтесь, не хворайте, пишите комменты, ставьте палец вверх, если понравилось. С вами была Оля из Тампере, из Ратина, из центра Тампере. Всем физкульт-привет!